Региональная программа капремонта за 2015-2016 год выполнена на 90%. До января в республике предстоит обновить еще 429 домов. Насколько быстро продвигается их реконструкция, сегодня выясняла наш корреспондент Мария Никифорова. Улица 50 лет октября, дом 12. Месяц назад жильцы этого дома зажили по-новому. Рассказывают, теперь они не боятся находиться в квартирах. Раньше замыкания в электрощитовых здесь происходили чуть ли не каждый месяц. Электропроводку полностью заменили до счетчиков, потом щиты поменяли и в подвальном помещении, значит, и в щитовых. Объединили. У нас было, значит, в начале 4 щита, сейчас их сделали в 3. Заменили на энергосберегающие лампочки. Теперь в этом доме предстоит обновить кровлю, заменить водопровод и канализацию. А между тем ремонт начался и в соседнем, девятом доме. Жильцы ждали этого очень давно. Зданию в этом году исполнилось 46 лет. Месяц назад здесь наконец-то отремонтировали крышу. На пятом этаже у нас протекала крыша. На данный момент идут дожди, очень хорошо. Пока мы ничего не заметили. Все эти работы близятся к завершению. Перед подрядчиками поставлена задача до 1 сентября выполнить данные работы. На сегодняшний день более 110 домов уже завершили. По остальным домам идет к завершению. Фонд капремонта – это своего рода касса взаимопомощи. В первую очередь деньги идут на дома, которые остро нуждаются в ремонте. Специалисты говорят, жители республики стали охотнее оплачивать квитанции. Собираемость взносов увеличилась до 80%. Процентов 30-40 у нас сократились должники по капремонту. То есть граждане в основном уже понимают, что они накопили задолженность с момента возникновения обязательства. Они приходят и говорят, вот я сейчас готова заплатить, полностью погасить задолженность. Но, конечно, наверное, не оселю пение. В данном случае мы с ними заключим соглашение о реструктуризации. Общая стоимость капитального ремонта в этом году составила почти 340 миллионов рублей. Основная часть из них – средства жителей республики. Мария Никифорова, Павел Иритков, Вести, Чебоксары.